Здравствуйте! С вами Александр Вяткин. Где в Советском районе может появиться новая набережная? Что делать, если при благоустройстве двора возникло недопонимание с подрядной организацией? 1 июля тарифы на коммунальные услуги выросли на 4%. Привели ли изменения в порядке начисления платы за общедомовые нужды, прозрачности? Обо всем этом и не только. Сегодня в программе. На федеральные деньги в этом году благоустроят почти 300 придомовых территорий. Подрядные организации уже приступили к работе. Меняют асфальт, делают пешеходные дорожки, обустраивают парковки и устанавливают детские площадки. А в одном из дворов по улице Гоголя благоустройство затянулось. Местные жители опасаются, что ремонт останется незавершенным. Что делать и куда обращаться, если назревает конфликт с подрядной организацией? Об этом далее. Благоустраивают двор сразу трех домов. Номер 234 и 236 по улице Гоголя и номер 11 по улице Промкирпичная. В паспорте объекта указано, что все работы должны завершить до 30 июня. А именно, отремонтировать существующее асфальтобетонное покрытие 770 квадратных метров и ремонт тротуара 300 квадратных метров. Но на дворе уже июль. Если здесь под ногами новый асфальт, то на пешеходной дорожке ноги попросту проваливаются в отсев. Ольга Васильева радеет за своих соседей. Говорит, затянувшийся ремонт создает неудобства пенсионерам и родителям с детьми. Даже с коляской гулять трудно. Председатель совета дома не понимает, почему благоустройство затянулось. Прошу уже, как не знаю, чтобы вот как запланировано у меня было по плану, который я подписывала, согласовывала, чтобы здесь был асфальт. Полностью весь асфальт. И вот эту вот часть теперь тоже непонятно, сделают они или вот так же отсевом и оставят. Местные жители отмечают, что найти общий язык как с подрядной организацией, так и с управляющей компанией не удается. Благоустройству двора рады абсолютно все, но люди боятся, что ремонт не доведут до конца. Чтобы были завершены работы, как положено, чтобы был действительно положен асфальт и хорошее дело, которое начали делать, что это было доведено до конца. Чтобы люди не страдали из-за того, что начались недоделаны были работы. Что здесь лежал асфальт, чтобы были выхода сделаны, как положено, чтобы народу не было препятствий заходить, выходить с колясками пожилым людям. Работы по благоустройству этого двора начали 15 мая и закончить срок не успели. Как нам пояснили в департаменте энергетики жилищного и коммунального хозяйства города, сложности возникли из-за документации. Чтобы рассчитать смету, выделить деньги и провести конкурс, все бумаги готовили зимой. А летом, когда подрядчик приступил к ремонту, появились сложности, о которых никто не знал. Сотрудники подрядной организации, как и управляющей компанией, объяснить причину переноса сроков жителям домов попросту не смогли. К сожалению, вот эти все сдвижки по пересогласованию схем благоустройства, они привели к тому, что несколько у нас сдвинулся срок реализации работ с этим подрядчиком. Сама схема предполагала некий пешеходный тротуар в качестве отмозки дома, что несколько противоречит. Все проблемы удалось решить в рабочем порядке. В ближайшие дни пешеходную дорожку в этом дворе заасфальтируют и завершат благоустройство. Кстати, вся проделанная работа на трехлетней гарантии. Если за это время на асфальте образуются ямы или лопнет бордюрный камень, то ремонт подрядная организация проведет за свой счет. Вообще, при возникновении сложности при благоустройстве двора специалисты советуют идти в управляющую компанию. Если и тогда проблемы не удается решить, то уже необходимо обращаться в администрацию района или звонить в профильный департамент мэрии. Недопонимание между жителями неподрядной организации – это скорее редкость. При диалоге и совместной работе проблем нет. Так, один из дворов по улице Иваново благоустроили всего за 2 миллиона рублей. Отремонтировали пешеходные дорожки, положили асфальт и сделали новые парковочные места. Двор был очень ужасный. Хуже всех был. Колдобина на колдобине, ямы. И сейчас тротуары вообще ни у кого такой дороги нет. Очень довольны вообще, очень благодарны. К благоустройству этого двора активно подключились и сами жители многоэтажки. Около каждого подъезда небольшая клумба. Кроме этого, преподавательница изобразительного искусства украсила входы в подъезды собственными рисунками. В принципе, наверное, какой-то концепции нет. То, что мне нравится. Я люблю волшебство. Ну и потом уже, когда появились дети, то есть это вот любимый персонаж моего ребенка. Это наша собака. С 1 июля выросли тарифы на коммунальные услуги на 4%. В платежках теперь обновленные показатели ОДН. Нормативы пересмотрели. И плата за общедомовые нужды должна была снизиться. Случилось ли это? Поговорим с руководителем проекта общественный штаб ЖКХ Ильей Максимовым. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Что изменилось в платежках, которые несколько дней назад получили новосибирцы? Основной задачей профильного департамента по тарифам Новосибирской области было сделать более прозрачным структуру начисления по нормативам, да? И вообще дать понимание того, что такое норматив, из чего он складывается и какие расчетные показатели участвуют при, вот, скажем так, введении этого норматива. То есть, что там заложено. Как раз про прозрачность. Привели ли к ней эти изменения в порядке начисления платы за ОДН? Сказать, к лучшему или к худшему привели какие-то изменения, нельзя, потому что они, во-первых, должны адаптироваться, да, в конкретно взятом регионе, на конкретно взятой территории. С тем фактическим, скажем, потреблением, если мы говорим о коммунальных услугах. С тем фактическим состоянием технического оборудования в конкретных домах и на конкретных территориях. Вот моя платежка. Она соответствует требованиям, которые вступили в силу? Ну, здесь невозможно сказать, соответствует ли она или не соответствует, так как платежка носит стандартный характер. Здесь стоят только исключительно готовые цифры фактические, да, исходя из которых делается расчет. Если же мы хотим проверить именно соответствие нормативам, соответствие фактическому потреблению, так как оно там тоже включается, то мы должны дополнительно к платежке запросить, во-первых, реестр потребления определенной коммунальной услуги. Я здесь рекомендую, если мы обращаемся в управляющую компанию, то по конкретно взятой коммунальной услуге, то есть не по всем сразу получится путаница. Взять из 354-го постановления ту формулу, ту методику расчета, которую применяет в данном случае управляющая компания и начать сверять. И тогда у вас должны цифры биться, которые вот есть в платежке. Только так можно проверять. Посмотря на платежку, нельзя сказать, соответствует она норме или нет. Другой вопрос, что мы в скором будущем сможем, как собственники, делать выбор о, так сказать, способе оплаты и способе начисления за общедомовые нужды, так как у нас есть определенные планируемые изменения в том плане, что собственники смогут выбирать платить по фактическому потреблению, либо по нормативной ставке. Я правильно понимаю, что в каждом доме свой норматив? Нет. Норматив считается, во-первых, по этажности дома, исходя из его общей площади, естественно, она учитывается. То есть нормативная ставка, она вот одна, вот она в этой строчке норматива, вот она и, пожалуйста, идет. Норматив – это вполне неколебаемая цифра. А вот сама структура начисления, она разная на каждый дом, потому что разные расчетные показатели изначально. Как выяснить, правильно ли делает расчет управляющая компания? Запросами соответствующей информации, потребление фактическое, перерасход какой есть, по какой причине произошел перерасход, все расчетные показатели, включая там общую площадь уборочную, площадь кровли, площадь технических помещений. То есть все это должно быть в арсенале собственника, либо в арсенале совета дома, чтобы достоверно проверить ту или иную информацию. Илья, спасибо вам большое за интервью. А я напомню, о повышении тарифов на коммунальные услуги мы говорили с руководителем проекта «Общественный штаб ЖКХ» Ильей Максимовым. Полное версии интервью в специальном выпуске «Наш Новосибирск Диалог». Электросети Алтайского края и Республики Алтай теперь регулируют из Новосибирска. Энергетики подключили соседние регионы к диспетчерскому управлению. Работа одного, но современно оборудованного центра и выгодней, и продуктивней. Это решение приняли еще 8 месяцев назад. Диспетчеры ежедневно управляют линиями электропередач, нагрузкой генерирующих станций и даже электропотреблением крупных заводов. С присоединением соседних регионов на смену заступают не два, а три дежурных. Диспетчер однозначно своей задачей ставит минимизацию времени отключения наших с вами электроустановок, от которых мы с вами получаем электроэнергию. Из Новосибирской диспетчерской теперь управляют 19 объектами с общей энергетической мощностью больше 4,5 тысяч мегаватт. Нестандартная ситуация у нас практически каждый день бывает, потому что энергосистема очень большая и все ситуации в инструктивных материалах не пропишешь. Отключение оборудования из-за погодных явлений, что в летнее время очень часто происходит из-за дождей, из-за ветровой нагрузки. История с трещиной на улице Большевицкой продолжается. Строители, которые возводят комплекс «Снежная миля», добавили забот и себе, и муниципалитету. Погрузчик сбил нижний угол подпорной стены. И это не единственная проблема. Под Большевицкой подземные воды продолжают размывать грунт. А во время сильного дождя поток воды смыл пласт земли в котлован, образовалась яма. Претензий накопилось много. Застройщик «Снежной мили» игнорирует требования областного строительного надзора и продолжает возводить комплекс. Хотя запрет введен до устранения аварийной ситуации. Ни одного предписания, которое мы выдали, не выполнено. Мы судимся. На 21 июля назначено очередное заседание суда. Наконец-то суд перейдет к рассмотрению же дела по существу. Все наши предписания обретут законную силу. Сейчас проезжающим по улице Большевицкой машина ничего не угрожает. Но специалисты мэрии уверены, что проблемы будут возникать до тех пор, пока строительство комплекса не закончится, а оно затягивается. Необходимо проводить новые исследования. Нынешняя подборная стена, которая, по сути, держит этот участок, может не справиться с давлением. Специалисты мэрии в ближайшее время найдут решение, как ее можно укрепить. И в очередной раз дадут совет строителям. Этим летом на ремонт дорог частного сектора потратят почти 95 миллионов рублей. Подрядные организации только приступают к работе, но некоторые участки уже сдали. Так улицы 2-я Сухарная и 2-я Лодочная уже радуют жителей. Участок дороги больше километра. Засыпали щебнем и расширили. Городскому бюджету эти работы обошлись в 2 миллиона рублей. Если бы эту сумму потратили на асфальт, то отремонтировать удалось бы всего 200-300 метров. Здесь никогда не было дороги. Здесь была грязь, дождь. Здесь проезжать было очень невозможно. И по Шадринской тоже. И в общем, никогда не делали ремонт. Слой щебня. Разные фракции здесь 24 сантиметра. Гарантия 3 года. Но специалисты рассчитывают, что дорога прослужит дольше, будет в хорошем состоянии не менее 10 лет. Всего в этом году в частном секторе отремонтируют 80 участков. Жители советского района предлагают обустроить набережную в Нижней Ельцовке. Такая заявка поступила на конкурс «125 идей для города». С инициативой выступила местная жительница. Долгие годы за побережьем никто не ухаживает. Оно превращается в свалку и зарастает травой. Но теперь к 125-летию города, буквально в 20 метрах от многоквартирных домов, может появиться ухоженная набережная. Правда, подобных предложений поступило уже несколько сотен. А к 1 сентября конкурсная комиссия отберет 250 лучших идей, а затем начнется народное голосование. Кстати, отправлять заявки можно до конца июля. На что специалисты будут обращать внимание при отборе предложений в нашем материале. Нижняя Ельцовка – одна из малых рек Новосибирска. Когда-то здесь была ухоженная набережная. Сейчас же это место находится в запустении. Сейчас к набережной даже пробраться сложно. Эти ступеньки еще в относительно хорошем состоянии. Лестница есть и ближе к берегу, но она практически полностью разрушена. Вообще здесь все поросло травой. Она почти с человеческий рост. По сути, набережная начинается только отсюда. Ограждение стоит довольно крепко. Под ногами здесь бетонные плиты. Трава хоть и с большим трудом, но прерывается и сквозь них. Вообще, эта часть набережной сохранилась лучше всего. Екатерина в детстве много времени проводила на набережной Нижней Ельцовки. Решила предложить идею для общегородского конкурса к юбилею города. По задумке, набережную необходимо благоустроить, установить лавочки, очистить русло реки. Именно чтобы какой-то уход здесь был, присмотр. Мамочки тут с колясками у нас часто ходят, поэтому хочется, чтобы приходили сюда, к реке. Когда здесь в детстве еще гуляли, то есть мы свободно подходили к речке. Поэтому хотелось бы, наверное, чтобы какие-то кусты убрали. То есть на траву вот это все срезали. Набережная находится практически во дворе домов номер 14 и 18 по улице Экваторная. Река протекает буквально в 20 метрах от многоэтажек. Жители Нижней Ельцовки это место называют уникальным из-за природной красоты. Знатоки уверены, что воздух здесь такой же чистый, как в алтайских лесах. Нина Яшина в этом дворе живет с 80-х годов. Именно тогда возвели многоэтажки. После постройки домов приступили к благоустройству набережной, вспоминает пенсионерка. Положили бетонные плиты и установили ограждения. Столбы стоят, хотели делать освещение. Вот так. А потом это все сильнее и сильнее стало приходить в разруху. Смотрю, что ступеньки упали. Вообще набережная разделена на две части. С этой стороны она заросла намного сильнее. Если вдоль берега еще и можно пробраться, то за ограждением сквозь деревья и кустарники не пройти. Помимо благоустроенной набережной, местные жители хотели бы и новый мостик через речку, чтобы он стал настоящим украшением. Впрочем, и старый пока стоит довольно крепко, поэтому эта идея не главная. Самое главное – навести здесь порядок. Срубить кустарники и скосить траву могут и сами жители. Благоустраивать набережную они не прочь и собственными силами. Кстати, при выборе победителя конкурса этот нюанс может стать решающим. Я бы хотела увидеть на ней какую-то аллейку, лавочки, так, чтобы можно было прогуляться, остановиться. Какой-то, может, мост там более-менее красивый. Сбудется мечта местных жителей или нет, станет известно через несколько месяцев. Новосибирцы отправлять заявки на конкурс «125 идей для города» смогут до конца июля. К первому сентября конкурсная комиссия отберет 250 проектов, а затем начнется народное голосование. Именно новосибирцам предстоит выбрать 125 идей для воплощения к юбилею города. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Телефон редакции 346-5003. Увидимся через неделю. Удачи!